За последние сутки во Владимирской области выявили 14 случаев заражения коронавирусом, на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 5 человек, столько же, сколько и днём ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 152 103. В лидерах по приросту Владимир, 7 заболевших за сутки, на втором месте расположился Муром, 3 новых случая ковида. Замыкая тройку Суздаль, там 2 заражения. За сутки в регионе зафиксировали одну смерть от коронавируса, общее количество погибших за всё время пандемии 3476. Число выздоровевших за сутки 19, всего болезнь победили 148 305 жителей области. Серьёзное ДТП произошло на Пекинке во Владимире. На подъезде к Огуречной горе около полудня перевернулся большегруз марки «Шаньси». По информации ГИБДД, за рулём находился 26-летний парень. Он ехал в сторону Нижнего Новгорода и перевозил земляной грунт. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением самосвала. Ехал кювет по ходу движения, где совершил наезд на опору. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового автомобиля получил множественные телесные повреждения и гастализирован в больницу скорой помощи города Владимира. Судя по фото с места аварии, стол буквально разрезал пополам кабину большегруза. За жизнь водителя борются врачи Красного Креста. По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства случившегося уточняются. Водитель автобуса сбил человека на пешеходном переходе в Владимире. Серьёзное ДТП произошло на улице Добросельская около автобусной остановки Сады поздно вечером 16 июня. По предварительной информации ГИБДД, мужчина 45 лет переходил дорогу по нерегулируемой зевре. В этот момент его сбил автобус. Пешеход родился в рубашке. Травму он не получил. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из участников ДТП телесных повреждений не получил. Мужчина, переходивший проезжую часть дороги, был осмотрен бригадой скорой помощи на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя автобуса вынесен административный протокол. Здравствуйте. Здравствуйте. Ждёте гостей? Ждём. Проходите. Это вам, Новоселье? Да, Новоселье вам. Три дня назад семья Волковых переехала в новую квартиру завариного фонда. Многоэтажка на диктора Левитана была сдана в 2019 году. Ранее молодая семья в составе трёх человек жила в бараке 47-го года постройки. Теперь у новоселов своя однокомнатная квартира с готовым ремонтом. Пластиковые окна, натяжные потолки, обои, линолеум. Конечно, мы в полном восторге. Тут такой район хороший. Школа в двух шагах находится. И в случае чего даже нам менять не придётся. То есть ребёнок даже до той, до старой школы дойдёт. Детская площадка здесь очень хорошая. То есть очень много детей. Новое жильё семье предоставил город. Выбить квартиру пришлось нелегко. Взамен развалюхи предлагали такую же комнату или ветхое жильё. Нам предлагали маневренный фонд комнаты в общежитии. Представляете, вот они всей семьёй поехали бы в комнату 18 метров. Маневренный фонд предлагали. Потом предлагали на гастелло. Старый дом 60-го года постройки. На первом этаже. Это всё такое малюсенькое. И здесь такая шикарная, светлая, лоджия. Ну всё вот нас устраивает. Своё старое жильё Волковы вспоминают как страшный сон. Они жили в двухэтажном деревянном доме на улице Разина. Наш телеканал рассказывал о жизни в том бараке около года назад. Люди, например, жаловались на гнилые полы. Пол перекосило так, что ходить по нему жильцы боялись. А когда специалист проводил экспертизу, под ним провалились доски. И вот у нас эксперт провалился вот в эту дырочку. Осторожно сами не провалитесь. Это вот всё выворачивается, всё гниёт. Кроме того, жители боялись пожара из-за неисправной электропроводки. А из удобств была лишь холодная вода. Мама стирала моя в ледяной воде. Но потом уже со временем, конечно, мы поставили водонагреватель, за который, конечно же, в два раза дороже платишь. То есть ванны у нас тоже не предусмотрено было. Это мы уже сами её установили. Был только туалет? Был только, да, туалет. Мешали людям жить и паразиты с грызунами. В старом доме жили мыши, которые перегрызали провода и портили имущество. Спасибо коту, конечно, который вылавливал их. Ну и мышеловки ставили. Вылавливали там, я не знаю, их в последнее время, наверное, по 9 штук за 3 дня. Аварийным барак Наразина признали ещё в 2014 году. Сперва расселение власти назначили на 2021 год. А потом вдруг предложили людям потерпеть ещё пару лет. За жителей заступились прокуроры и общественники. Мы помогли записаться на приём к областному прокурору. Мы направили соответствующее обращение в адрес администрации. Помогли с осмотром тех помещений, которые им предлагались. И в результате всё-таки удалось добиться от администрации города Владимира предоставления данной семье квартиры в новостройке 2019 года. Ради долгожданного переезда Волковы прошли 6 судов. В ходе заседаний представители мэрии не соглашались немедленно расселять людей. Чиновники даже готовили возражения на требования прокуратуры. Но в итоге Фемида встала на сторону жителей. По результатам судебного заседания требования прокурора были признаны законными и обоснованными. В настоящее время фактически решение суда уже исполнено. Осталось выплатить выкупную стоимость только трём собственникам, которые были не согласны с выкупной ценой. А граждане, проживающие в муниципальных квартирах, уже все получили квартиры, все расселены. Пока новые квартиры Волковых в собственности города. Анна и Никита собираются её приватизировать. Не исключено, что в скором времени семье придётся расширить жилплощадь. Супруги задумываются о пополнении. Евгений Павлов, Артём Замоскин, 6 канал.